Приветствую, друзья. После выпуска своего флагманского ЦАПа в компании TempoTech, видимо, решили не останавливаться на достигнутом и, немного его упростив, представили переосмысленную версию того самого классического Sonata BHD. Но чтобы всем нам не запутаться, сделали специальную табличку сравнений. В общем, BHD почти как старшее решение, только тут один осциллятор против трех у Pro версии, ну и зачем-то обрезали поддержкой MK, если она все еще кого-то интересует. В остальном здесь все не менее жирно и богато. Целых два чипа Cerus Logic CS4331, выходная мощность до 280 мВт на 32 Ома нагрузки, отдельная кнопка для переключения гейна и два выхода, пентакон 4.4 мм и классический уже джек на 3.5 мм. О нем, друзья, сегодня подробно и поговорим. Собственно, поехали! Поставляется ЦАП в скромной такой картонной коробке, где нас ждет макулатура, столь же простой мешочек, переходник с Type-C на классический уже USB разъем и короткий плетеный Type-C кабель белого цвета. Из возможностей заявлено целых два чипа конвертера CS4331 с фазовой подстройкой частоты, внушительные 280 мВт мощности на балансе и до 120 мВт на 3.5 мм разъеме, а также поддержка PCM до 32 бит 384 кГц и DSD до DSD-256. MQA, как я уже упоминал, нам упразднили. Громкости, как говорится, с запасом, да и по мощности аппарат легко справится с любыми внутриканальными львиной долей не особо тугих полноразмерных наушников. Корпус у ЦАПа небольшой, судя по всему, на металлическом каркасе. Спереди на нем красуется светодиод своим цветом, информирующий нас об активном уровне усиления. Сбоку специальная кнопка для его выбора и две раздельные кнопки управления своей собственной внутренней громкостью. По торцам же здесь всем знакомый вход Type-C и два выхода. Балансный пентакон 4.4 мм и обычный несимметричный джек на 3.5 мм. При работе аппарат почти не нагревается, никакого шума в паузах не издает, но и привычно уже не поддерживает гарнитуру. Почему? Правильно, CS4331 это 100% кодер, а следовательно блока декодирования в нем просто нет. Потребляет же девайс как для своей мощности просто невероятно мало. На 5 вольт приходится всего 0,08 ампера, причем от однокомфортной громкости, максимальном уровне усиления, да еще и с балансного выхода. В качестве минуса отмечу лишь несколько устаревшие драйверы под Windows. Со своей задачей они конечно справляются, даже ASIO интерфейс поддерживают, но сделаны довольно давно, отчего на мой взгляд недостаточно гибкие в настройке и эксплуатации. Под мобильные же системы и, например, Linux, САПу вообще ничего не нужно, все будет работать и так. Причем в том числе и через высококачественный BitPerfect режим с аппаратной регулировкой уровня сигнала. Свои измерения напомню, я провожу в разрешении 24 бита 96 кГц с балансного и обычного выходов на АЦП Иванда Космос. Где конечно же получил все пункты в состоянии отлично, за исключением взаимопроникновения каналов на небалансном выходе, но оно таким собственно и должно быть. В остальном чуть ли не образцово показательная АЧХ, шумовая полка на минус 158 дБ, прекрасный динамический диапазон и искажения в случае интермодуляционных составляющие минус 129 дБ. Для гармонических же это значение еще круче, минус 132 дБ, что в процентах составляет 6 сто тысячных. Естественно, для небалансного выхода цифры чутка попроще, но тоже очень достойно. Гармонические искажения составляют минус 120 дБ, что в процентах 14 сто тысячных, а интермодуляционные минус 122 дБ. То есть это чуть ли не идеальное в техническом смысле устройство. Придраться тут ну вообще не к чему. По своему же характеру Tempo Tec как и всегда склоняется к чуть смягченному такому немного обесцвеченному звучанию, которое часто обозначают фразой нейтральный окрас и честный звук. Shanling UA4 тоже настроен в теплых тонах, но он заметно ярче, четче и эмоциональнее героя обзора. Colorfly CD M1P резче и агрессивнее и, на мой вкус, немного взрослее. Он прямо-таки сочится энергией, в то время как BHD спокойный, собранный и более размеренный. По сцене он ближе, наверное, к UA4. Вокал ощущается немного выдвинутым к слушателю, что придает эдакой интимности. И, что не очень выражено у Colorfly, здесь явно ощущается объем и тембральная глубина у музыкальных инструментов. То есть, технический звук готовится по-разному, а следовательно и выбор между всеми указанными ЦАПами сводится к вашим сукубо-индивидуальным пристрастиям. Ярче и музыкальнее – это Shanling, резче и агрессивнее – Colorfly, а уклон в мониторность и легкую такую аналоговость – TempoTech. Moondrop Dawn Prom тоже на слух четче, ярче и мелодичнее, но в плане акустической массы, увы, уступает герою нашего обзора. Да и по мощности там заметно меньше. BHD на его фоне взрослее, жирнее и, так сказать, мясистее. Больше всего это, на мой взгляд, похоже на другую модель Colorfly CDA M2. Эта, которая со встроенным дисплеем, как у Shanling QA4. Только сцена у героя обзора чуть приближена, сама подача мягче и теплее, да и высокие какие-то более реалистичные что ли. Но CDA M2 они стандартные и простые, а в BHD с эдакой такой изюминкой, что по мне так грамотно развивает средние частоты, добавляет искристости, но в то же время гораздо комфортнее и, так сказать, музыкальнее. В этом они реально молодцы. Так, приготовить звук надо еще постараться. С одной стороны нейтрально и немного даже сухо, а с другой максимально эффектно и грамотно с точки зрения акустики. Да, это все еще не уровень хорошего стационарного ЦАПа типа SMSL DO300 с усилителем HO200. Однако для своего крошечного форм-фактора аппарат достаточной степени зрелый. Злым и каким-то сверхтехничным я бы его точно не назвал, но все детали на своих местах, прекрасное разделение инструментов и просто превосходная передача так называемой атмосферы. В этом он уступает разве что старшим решениям от Shanling. Если разбирать по частотам, то здесь глубокий, хорошо ощутимый ударный бас, теплая музыкальная с элементами аналоговости и мониторности серединка и, как я уже сказал, эффектный слегка прибранный на слух верха. Звук по итогу цельный, с ориентацией больше на макро уровень, но с неплохой передачей разнообразных оттенков. По балансу все очень ровно и корректно с точки зрения построения виртуальной сцены. Мощи много, громкости с серьезным таким запасом, три уровня усиления, о чем еще можно мечтать. Конечно, один осциллятор накладывает свои ограничения и если вот прямо таки эстет, то я бы рекомендовал присмотреться именно к Pro версии. Ну а для здорового меломана, как говорится, есть вариант хорошо так сэкономить, взяв героя нашего сегодняшнего обзора. По стилистике он вполне универсален, наушники с ним тоже спелись все без исключения, даже включая магнитопланарные. Что еще добавить чисто, по бархатному мягко, довольно таки естественно и с минимальным вмешательством в насыщенность и эмоции уже заложенные в музыку. Итогом мобильный ЦАП Tempotec Sonata BHD реально удивляет невероятно малым энергопотреблением, наличием отдельной кнопки для переключения уровня усиления, поддержкой своей собственной внутренней громкостью, просто гигантской по уровню выходной мощностью и естественно чуть мягким, но цепляющим таким звучанием. Здесь даже плохо записанная гаражная группа зазвучит вполне себе приемлемо, не говоря уже о чем-то хорошо записанном и сведенном на профессиональной студии. Звук жирненький, объемный, с элементами нейтральности, но по эмоциям буквально завораживающий. Ну и как не отметить прекрасного уровня измерения, полную универсальность во всем и вменяемую для текущего курса цену. На мой взгляд все просто замечательно. Да, если прямо копать в сторону джиттера, то старшая версия будет точнее отрабатывать 44 кГц, потому собственно она и дороже. Но на мой взгляд это уже совсем оттенки оттенков. В сухом остатке добротный аппарат со своими, так сказать, фишечками и фирменным пониманием звука. Мне все понравилось. А на этом, друзья, у меня все. Это был мобильный ЦАП Тенпотек Sonata BHD. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Обязательно на них подписывайтесь. Всем, друзья, добра. Субтитры сделал DimaTorzok